Адвокат! Меня заразил гиена. Пишем? Подожди. Чуть-чуть. Заебал. Ну ладно. Пизданул, не подумал. Батья болезнь, я какой-то пиздец. Дерегите здоровье, ребят. Салют, на связи Тони. И сегодня, в преддверии Нового года, я нашел несколько рецептов, которые хочу вам продемонстрировать, для того, чтобы их приготовить, возможно, к новогоднему столу. Или уже с утра, после отмечания Нового года. Поехали. Прежде чем начать, я напоминаю о том, что у нас стартовала бордела в Терее. Вся информация в Телеграме у нас есть. Проходите, смотрите, участвуйте. Закутим вместе, как говорится. Первый коктейль довольно простой. Нашел я его на просторах интернета и решил попробовать. У меня дома есть коллекция шкаликов. Я нашел ликерчик Адвокат. Это вообще Адвокат? Не Адвокат? Адвокат это ликер из желтков. У него тут вроде нарисована курица. Да, это не... Это курица. Это курица? Курица и яички. Адвокат это, блядь, по виду видно. Да, видно по виду, епта. Ладно. Сейчас уронишь еще. Коктейль называется Snowball. Для него нам понадобится... Это непосильным трудом найденный ликер-адвокат. Лед. Но только по цвету, мне кажется, Snowball какой-то обоссанный. Нет? Ну, желтый цвет же будет. Лайм. Можно спрайт, можно домашний сделать лимонад. У нас это что? А это у нас лимонад. Ну да, такой немножко... Немножко, да, цвет подводит нас. Ну, я назову его таким, как вареная сгущенка. Snowball. Ликер-адвокат очень сладкий. Сам по себе. Ну и, собственно, с лаймиком и лимонадом должно быть просто шик, близко, красота. Я бы его с утра пил. С похмела. А ладно. И все. И а-ля улюблядь. На второй день вместо яичницы, да. Завтрак человеку, у которого куриная ферма. Давай к следующему. Как вы слышите по звуку, моего голоса немножко приболел. Меня заразил гиена. Чем? Ну, чем, блядь. Ты себя слышишь? Ты тоже ходишь, оглохишь и кашляешь. И материшься громко. В принципе, моя нормальная степень. Понятно. Я, в общем, приболел. И тут лазил по интернетам. Нашел коктейль, который называется постсет. Или постсет. Я не знаю, как правильно произносится. Так называют десерт. По-моему. Где-то в Англии или Шотландии. Сливки взбитые в крем с эллем или вином. В общем, такой сладкий заварной крем алкогольный. Это очень субурная история. Но коктейль выглядит так. Значит, мы берем немножечко эля. Мы снимаем у ребят в баре Амбергусту. По адресу Мытницкая, 4-48. У них есть немножко эля вкусного. Вот мы его, собственно, и возьмем. По-сет, это молоко с элем, либо с вином подогретое. Мы взяли немножко эля. Добавим в эль молока. На самом деле, главное, не просраться. Ты когда-нибудь ел ложку корицы? Да. Хотя бы так ел стреминок с чего-то корицы. Сюда коричку запомбасим. И гвоздичка. Сейчас мы это все размешаем и пойдем подогреем. Было написано, что когда этот пьется, когда люди болели. Вот мы как раз болеем. Что алкогольники не сделают, чтобы оправдать свое пьянство? Ой. Потому как, вы знаете, я без сахара, это нонсенс, блядь. На вид вроде ничего. За Деда Мороза. Если еще поиграться с элем разным, очень даже хорошо. К следующему. Почему, собственно, я взял этот коктейль, посет? Потому что было написано, что это был предшественник, дедушка, эгнога. Пишите в комментариях, так это или нет. И вообще, может, узнаете историю посета и эгнога. Потому как эгног, это что? Добавление целого яйца. Вот, то есть, в этот посет добавили целое яйцо сырое. Но только в холодный, я так подозреваю. Потому что ему там сварилось бы, наверное, блядь. И получился эгног. Бляха-муха. Ну, почему бы не сделать нам вкусный эгног? Правильно? Одно куриное яичко. Я надеюсь, ты его не варил. А то, как получится, как со скотчем. А, ну да. Аккуратская была ситуация. Да. Со скотчем, если вы не знали, я попросил его купить скотч. А он купил, блядь, не скотч. Ну, в смысле, он купил скотч, но не скотч. Молоко. Ну, я добавлю сливок чуть-чуть для жирности. Жире надо поддерживать. Вот. Пряного рома. Брэнди. Немножко подсластить нам это надо делать все. Там осталось его хорошенько взбить, чтобы разбился и желток, и белочек взбился. Ну, в общем. Также можно добавить специи, корицы, гвоздики и так далее для аромата. Вкусно. Опять, у меня у нас получаются такие утренние коктейли. Я бы у сутричка встал, чирик, молочко с ромом. А, домик в деревне, добрый вечер, блядь. Ха-ха-ха-ха. Вкусно. Мне понравилось. Следующий коктейль домашний. У Камина его пить, наверное. Он такой теплый, приятный. Значит, нам для этого нужна тара. У меня тут есть немножко подтаявшего сливочного масла. Вот так вот. В это сливочное масло нам нужно посыпать немножко корицы. В общем, разных приправ. У меня будет корица, у меня будет пудра. Ну, для сладости. Немножко гвоздички. Нужно хорошенечко перемешать. Ну, вот так. С маслицем, чтобы оно хорошо все смешалось, пропиталось. А нам нужен стакан хороший, в который мы берем нашу смесь и кидаем. Но я буду кидать сейчас сюда. И вот в эту тару, в котором у нас эта смесь, мы заливаем горячую воду. И все это потом перемешиваем. Поскольку я буду добавлять не горячую воду, а чтобы оно вкуснее, веселее и задорнее, во-первых, надо не забыть добавить рома. Сюда я буду добавлять сейчас сидр. И это буду все кипятить. Но поскольку, если вы будете делать это все с горячей водой, то прям сюда, бам-бам, перекаломпоскали и все вкусно, хорошо. Добавляем сидр и идем это все взбивать. Мое почтение. Ну-ка посмотрим, как это все на вид. Ну, за здоровый выбор жизни получается. Ёптвоё. Ну, горячий просто. Это похоже, мне кажется, то, что Гарри Поттер пил в фильмах. Сливочное пиво. Ой. Очень вкусно. Ой. Давай, говори. Тут микрофон. А я думал, ты же старший. Ага. Во-первых, мы поздравляем вас с Новым годом нашей бандой толстопузов. Спасибо вам, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь и ставите лайки, что выпиваете вместе с нами. И... Блядь, на своих энергетиках. И пожелать вам встретить хорошо этот Новый год своим близким. Не болеть, что важно. И много смеяться. Побольше. И громко. Это говорит мастер смеха. Любовь. Морковь. Ой, бля. Все, поехали. До встречи в следующем году. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok